У нас в редакции уже несколько обращений поступило с жалобами на, в общем, некачественное оказание услуг. Деньги берут, а услуги оказывают как-то плохо. У вас сотрудников не хватает, им квалификации не хватает или намеренно здесь вводят заблуждение людей? Ну, что значит плохо? По факту давайте рассматривать. Не плохо, а просто не оказывают услуги. Вот, например, сидит прямо перед глазами. Ну, смотрите, во-первых, клиенту была предоставлена папка, как я понимаю, да, со всеми документами. И со всеми запросами, которые осуществлял юрист. То есть полностью введение всей вашей процедуры, так сказать, по договору. Ничего не было. Документы даже я сама собирала для того, чтобы не исправить дату смерти моего брата. Мне в наследство нужно вступить. И подать исковое заявление в суд. Ничего мне никто не собирал, во-первых. И во-вторых, ну, я как бы надеялась, что мне сказали, что заявление подали в суд. Но в итоге потом я выяснила, что заявление даже и не подавалось. А вы подписали это заявление? У меня доверенность. Я оформила доверенность. Я ведь живу на Сибирске, а квартира у меня в Кузбассе осталась. Там, в Стубай, у нас есть в Кемеровской области. Ну, что случилось? Специалист, который обслуживает, занимается делами карателия, он что, профессионально не приходит, что ли, оказывается? У нас юристы все с высшим образованием решения проблемы. В начале сентября был заключен договор, сейчас май на носу. Вы не можете даже заявление подготовить, нормальное в суд отправить. Ну, это же стыдно. Ну, что значит нормальное заявление получено? Ну, то, которое примут, которое по нормам права составлено. То есть, заявление было подготовлено грамотно. А время? Здесь нужно смотреть, во-первых, что указано в определении. Почему вернули это заявление? Ну, почему они посмотрели это до сих пор? Я не могу посмотреть сейчас по программе. Субтитры создавал DimaTorzok